Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем сейчас разобраться с тем, что вы написали. Значит, вы начинаете. Расстались с девочкой? Понимаете, в чем дело? Если вы расстались с девочкой, то как минимум хотелось бы узнать из-за чего. То есть вы расстались с ней, значит, были какие-то проблемы, вы расстались с ней, значит, были какие-то трудности, наверное, вы расстались с ней. Значит, ее что-то не устраивало, вы расстались с ней. Значит, если вы с ней расстались, у вас как бы, то есть именно вот с вашей стороны, да? В этом есть какая-то, ну, доля ответственности, я полагаю. Что значит расстались? Вы не расстались с привычным пониманием этого слова. Вы с ней разошлись, она с вами разошлась, либо вы с ней разошлись, ну, судя по всему, она это сделала, вот. Но вы-то в этом сыграли какую-то роль, понимаете? И я хочу знать, какую роль вы в этом сыграли. То есть как вы повлияли на ее, например, выбор, на ее выбор, на ее решение с вами расстаться? Например, что вы сделали? Не плохого, а вообще просто, что вы сделали? Что вы делали, в принципе? Да? Вот. То есть это вот такие важные, на мой взгляд, моменты, на которые необходимо, ну, обязательно постараться найти ответ, если вы хотите, чтобы мы помогли вам понять, что делать. Дальше, теперь просто общаемся. Здесь, конечно, тоже, на мой взгляд, есть такая очень важная, я бы сказал, деталь, да, что вы просто общаетесь, это понятно. Но вопрос, для чего, зачем вы просто общаетесь? Вы, получается, на что-то надеетесь? Ну, раз, общаетесь с ней или как, а если она не готова вам вообще ничего давать, если она не готова вам отвечать взаимностью, что тогда будет? Ну, вот в этом случае, что произойдет? Если она не ответит вам взаимностью, если она так и будет себя вот вести с вами, так что у нее, значит, поклонники там другие, да, и так далее. То есть, понимаете, какая история, если вы с человеком общаетесь, ну вот, по какой-то причине после расставания, когда вы расстались, то надо как минимум постараться для себя ответить на вопрос, зачем я общаюсь с этим человеком, что я хочу и может быть, может быть даже, что я буду делать, если, допустим, человек не даст мне того, чего я хочу. Что я буду в этом случае делать, как я буду себя в этом случае вести, понимаете? Вот. То есть, то есть, то, что вы общаетесь с ней, это я понимаю. Меня интересует скорее то, зачем вы с ней общаетесь, какую вы цель преследуете, общаетесь с ней. Потому что, возможно, человек считывает ту цель, которую вы преследуете, общаясь с ней. И, зная это, она ведет себя с вами, ну вот так, как ведет. ведет. Зная это, она ведет себя с вами вот так вот, не очень хорошо. Да? То есть, отталкивает вас, значит, и так далее. Ну, здесь, опять же, знаете, многое зависит от того, чего вы сами хотите. Дальше, значит, у нее появился поклонник, с которым она общается. Ага. Ну, хорошо. У нее появился поклонник. Это, конечно, очень неприятно, что у нее появился поклонник. Я согласен с вами. Но раз поклонник появился, значит, вы для нее недостаточно ценны. Ну, раз появился поклонник. Значит, соответственно, вам, по идее, нужно ее, наверное, отпустить теперь. Ну, раз у нее появился поклонник. И здесь у меня возникает вопрос. А что сделали вы? Вы ее отпустили? А на это на самом деле не похоже. То есть, здесь, опять же, момент такой. Какой поклонник? Что он для нее значит? Поклонник, я имею в виду. Значит, как вы это воспринимаете? Поклонник ее. И так далее. Потому что, если вы не воспринимаете вообще ее молодого человека нового, как, ну, как мужчину, как ее молодого человека, то есть проблемы, на мой взгляд. И проблемы достаточно серьезные. Какие? Какие проблемы, да? Смотрите. В первую очередь, проблема такая, что вы явно, ну, не очень хотите, чтобы девочка была счастлива. То есть, вас интересует, скорее, ваше благосостояние, а не ее. Ну, вот так, по крайней мере, можно заключить. И опять же, в таком случае возникает вопрос. Если вы думаете о себе в этом контексте, а не о ней, то на чем завязана ваша нужда в ней? Ведь хочется же вам быть с ней. Вы же ее, получается, не можете отпустить. И у этого есть причины. Дальше, значит, недавно выясняли втроем, что и как дальше. В итоге, по его словам, я для нее просто привычка. Ну, вот здесь, конечно, особенно интересно, то есть, вы говорите о том, что вы втроем выясняли, что и как дальше. Скажите, а почему вы втроем выясняете подобные вопросы? Вы втроем. То есть, вот, насколько для вас это приемлемо вообще? То есть, вы втроем выясняете подобные вещи. Я думаю, что это очень важно. То есть, то, что вы готовы втроем выяснять, что и как дальше. При том, что у девушки появился молодой человек, который, ну, вообще говоря, конечно, не совсем понятно, какой. То есть, что это за человек, что он из себя представляет и так далее. То есть, по сути, по сути, нужно выяснять, кто был инициатором такого вот обсуждения. На мой взгляд, несколько странного втроем. То есть, вы же с девочкой встречаетесь, а не с молодым человеком ее. То есть, как бы, вот, понимаете, да, не очень ясна ваша позиция здесь. Вы считаете эффективным выяснение вдроем подобных вопросов? Ну, и опять же, она вам ответила, да, ответила, что, ну, как она вас воспринимает, да, что вы для нее просто привычка. Вы, судя по всему, эм, не удовлетворились этим ответом. То есть, вам, судя по всему, нужно еще что-то. То есть, человек явно показывает вам, что вы ему не нужны, а вы продолжаете его добиваться. Возникает вопрос о том, как вы ее воспринимаете. Девочку. Опять же. Дальше, значит, если меня выбирать только потому, что она знает меня как открытую книгу. Смотрите, вы пишите, недавно выясняли втроем, что и как дальше, и недавно я предложил ей руку из сердца. Простите, я не совсем улавливаю, эм, улавливаю хронологию. Вы предложили ей руку из сердца до того, как она назвала вас привычкой. Или поздно. А, вас не смущает, что у нее есть эм, молодой человек? Уже. Другой. Ну, пусть это и поклонник, как вы говорите, но он есть. Вас не смущает то, что вы расстались из-за, ну, по какой-то причине. Понимаете? Чем обусловлено то, что вы сделали ей предложение? Не от отчаяния ли вы его сделали ей? Потому что, ну, если так, то это не самый лучший способ сделать девушке предложение от отчаяния. Девушки, они не очень любят, когда им делают предложение от отчаяния. Они так чувствуют себя последним шансом, и им это не очень нравится. А что движет вами? В этой ситуации, что вами, что движет? Так себя вести. И, скорее всего, обесценивать себя. Ну, вот, потому что девушка вас оболкнула, да? А вы ей предлагаете ей руку и сердце. Ну, вот. То есть это, она вас обталкивает, да вы опять к ней. Она вас обталкивает, да вы опять к ней. То есть это, для неё это может выглядеть именно как то, что вы себя ни во что не ставите. Ну, вот. И я не думаю, что это, что-то хорошее. Ну, для, именно для вас. Понимаете? А вот. Дальше. Так. Недавно я предложил ей руку и сердце. Зачем? Она ответила отказом, что делать. Что делать, чтобы что? Вы пишите, я люблю её, но чувствую, что она со мною, пока я у её ног, я игрушка. Да, вероятно, вы действительно для неё игрушка. Но, понимаете, какая история? Вы для неё игрушка. Не потому, что вы, не потому, что она сделала вас игрушкой. Скорее, потому, что вы позволили себя ею сделать игрушкой, в смысле. И вопрос у меня к вам, он такой. Почему вы позволили себе стать её игрушкой? Зачем? Ведь вы, я полагаю, не будете спорить с тем, что у вас для этого есть причины. У вас есть причины для того, чтобы быть игрушкой. Для неё. Это нужда в ней, может быть. Это, ну, такая вот, знаете, своего рода потребность в человеке. Да? Вы не будете с этим спорить, я надеюсь. Значит, вы в ней нуждаетесь. Так вот, и вопрос. А в чём вы нуждаетесь? Чего вы хотите. Понимаете? И, может быть, сперва имеет смысл вот эти вот ваши желания реализовать, которые есть. И ещё потом с девушкой строить отношения. Это было бы справедливо для неё, если вы её любите. Это было бы справедливо для вас, чтобы вы себя не обесценивали лишний раз. Понимаете? Там, когда обесценивая себя, обесценивая себя, вы, по факту, не получаете шансов на то, чтобы стать для неё тем самым, понимаете, какая история. Вот. Поэтому подумайте, подумайте, для чего вы себя обесцениваете. Какую цель преследуете. Вот. А вот сейчас очень похоже на то, что вы чересчур заинтересованы, чтобы быть с ней. А в данном случае чрезмерная заинтересованность, она ведёт к тому, что девушка, естественно, вас обесценивает. Потому что, ну, видимо, она вообще склонна к этому, к тому, чтобы обесценивать. А вы, явно ей это позволяет. Вот. То есть, поймите, может быть, дело здесь просто в вашей неуверенности, может быть, дело здесь в вашей нужде, в вашей потребности, которая, ну, скажем так, стала возможной. Благодаря, ну, каким-то событиям в вашей жизни. Вот. Может быть. Может быть и так. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Ситуации по-другому складываются. Может быть, вы с самого детства ведёте себя именно так. То есть, обесценивающе. И вопрос заключается только в том, почему. Так. Почему вы обесцениваете себя? Чем это продиктовано? Что вы себя обесцениваете? За этим ведь что-то стоит, я полагаю. Ну, то, что вы себя обесцениваете. То есть, понимаете, да, что нужно, нужно увидеть вот эти моменты. И увидев эти моменты, вы сможете контролировать то, что происходит. Может быть, вам стоит работать с психологом лично, чтобы разобраться в своих проблемах. Если они у вас имеются, конечно. Ну, если вы считаете, что у вас есть проблемы. Я нас сильно, нас сильно, да, заставлять не буду. Подумайте. Подумайте. Подумайте, заинтересованы ли вы в том, чтобы ситуация изменилась. Если вы заинтересованы, то я полагаю, что вам можно будет помочь. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь. Вам. В принципе, я считаю, что если вы ответите себе на те вопросы, которые я задал. Вот. То вам станет самому легче и проще ориентироваться в той ситуации, в которой вы оказались. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, мой ответ. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.